МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какая хорошая девочка. Но с огромным желанием помочь. Я могу это. Не ради славы или награды. Они отыковали. Достаточно знать, что ты очень нужен. Ты же мой маленький. Ты волонтер. Александр Башкирцев, актер театра. Друзья считают Александра талантливым, жизнерадостным и очень позитивным человеком. Вообще, Саша, легкий человек, легкий на подъем. В спектаклях Александру приходится работать с домашними питомцами. Но любой контакт с животными, пусть даже с самыми безобидными, дается Александру с трудом. Всему виной воспоминания детства, которые Александр провел в Крыму. Однажды по дороге в школу, по необъяснимой причине, на него напала мартышка пляжного фотографа. Вот я помню прям ее пасть вот такая у меня, хоп, перед лицом. И напугала меня чертовка. Александр решает избавиться от своей давнишней проблемы. Ну, нужно со своими какими-то страхами бороться, даже с самыми какими-то дурацкими. И вроде бы, ну, что мне, Господи, ну, побаиваюсь, я обезьян. Живется мне плохо от этого. Но, да, вот мне лично плохо от этого живется. Лучшее решение для Александра – работа в волонтерском лагере. Это принесет пользу и ему, и живой природе. Александр выбрал Центр по спасению диких обезьян в Южной Африке. Хочу поехать именно туда, к обезьянам, быть там волонтером. Хочу дружить с ними. Реабилитационный центр «Риверсайд», куда собрался ехать Александр, был создан в провинции Лимпопо в 1992 году. В настоящий момент наш реабилитационный центр – единственный в мире, где занимаются эндемичными приматами. В Южной Африке живут пять основных видов. Это галага, очень маленькие толстохвостые галага. Буш-бэйби и мартышки-верветки, которыми мы в основном занимаемся. Мартышки-саманга и павиана-чакма. В Риверсайде занимаются не только защитой и спасением животных, но и проводят научную работу. Площадь центра занимает шесть гектаров. Здесь постоянно находятся более 500 обезьян и других представителей дикой природы. Это не только самый большой реабилитационный центр приматов в Южной Африке, но и крупнейший лагерь по спасению обезьян-верветок в мире. Обезьяны в провинции Лимпопо страдают в первую очередь по вине людей. Многие фермеры традиционно считают приматов паразитами и борются с ними жестокими методами. В результате обезьяны гибнут, становятся калеками, а малыши лишаются родителей. Мелкие виды часто также оказываются жертвами недопросовестных владельцев. Многие люди считают, что есть много фруктов и что-то. Многие люди считают, что есть много фруктов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слушайте, после Москвы прям жарко вообще. Нервишки щекочет немножко. Все-таки... Ну... И люди новые, и все как бы не свои. Я никогда не был за границей. Но... Вроне люди приятные, честно говоря. Вот мы сейчас ехали через рынок какой-то. И мне ребята продали. Извините, а по чем этот фрукт у вас? 22? Сколько, сколько? А, 20. Хорошая цена для вас. Попробуйте, это вкусно. Спасибо, спасибо. Спасибо. Я забыл, как... Это... Ну, не папайя, а другая эта штука какая-то. Приятные ребята. Братаном меня называли. Говорят, хей, бро. Приятно. Привет. Как я могу найти... Кто главный здесь, вы знаете? Я Джесс, я руководитель проекта. А, я Саша, новый волонтер. Привет, есть еще Дилан, сейчас он на кухне. Он менеджер проекта. Хочешь познакомиться с ним? Наверное, почему бы нет? Можно пройти. Такая миленькая. Да. Это кухня. Дилан, руководитель проекта. Привет. Саша. Дилан, приятно познакомиться. Боб и Лин, владельцы. Думаю, сейчас они в доме. Вы скоро встретитесь послезавтра. У нас была пара из России. Я знаю, что владельцы были в России несколько лет назад. И Лин любит Россию. Так что она будет очень часто увидеть его здесь. Он первый русский человек, которого я встретил в своей жизни. Это верветки. У нас есть три вида приматов в Риверсайде. У нас есть верветки. А почему у них такой синий цвет? Это они приобретают такой окрас в брачный период. А, выглядит клево. Да, красота. Эти животные были включены в список исчезающих. Они стали очень редкими. Сейчас находятся под угрозой исчезновения. Волонтеры не только делают нашу жизнь гораздо легче. Они играют другую важную роль. Они возвращаются домой и становятся посредниками в деле защиты природы. Они отстаивают права животных. Я видел несколько типов обезьян. Какие приятные обезьяны. Окей, давай. Ну что, ты стесняешься. Ну давай еще раз делаем вместе. Если он делает так, значит я ему на рабочий. Вот так. Страусы у них здесь есть. Ну они как бы местные. То есть это как домашние животные. Завтра утром вы будете работать в зоне приготовления еды. И я смогу прислать вам пару человек, которые помогут покормить страуса, гусей и осла. Осла? Да, у нас есть осел. Круто. Это была самка коричневая. О боже мой. Они такие странные, такие необычные. У них будут детеныши. Да, этот продолжает бегать за самками. И мы надеемся, что возможно у них будут детеныши. Мы болеем душой за каждого нашего питомца. Стараемся сделать все, чтобы животное могло вернуться в дикую природу. Но реабилитация – это не просто уход за животным. Нужно также убедиться в том, что животное выпускается в безопасное место. И что в будущем оно там выживет. Тут можно заметить некоторых самок. Вот, как это, с огромными розовыми блестящими ягодицами. Это когда они готовы к спариванию. Я очень рада, что у людей не так. Прикольный звук. Это они играют с детьми. Первое впечатление о Саше – он абсолютно на своем месте. Он говорит, он задает вопросы, он готов начать работу. Мы это поощряем. Мы всегда говорим волонтерам – «Ребята, задавайте как можно больше вопросов». И Саша это делает. Первое, что он начал делать – это задавать вопросы. И он задает правильные вопросы. Саша будет заниматься по косам завтра. Он будет собирать траву для всех обезьян. Это важная часть их рациона. Затем он проведет время с малышами-обезьянками. Мы косили траву сегодня. Тоже очень забавно. Это прям как от нас в поле русское вышло. Траву покосить только здесь, для обезьян. В меню всех обезьян много общего. Но есть и отличия. Например, мартышки питаются в основном растениями и дикими фруктами. Мачете убивает. А ничего, если немного другой травы попадет? Да, все нормально. Не обязательно, чтобы была одна и та же трава. Я не знаю, сможет ли он делать тяжелую работу. Он с виду не очень-то силач. Но, тем не менее, накосил травы. Очень хорошо справился. Каждому новому волонтеру в нашем лагере необходимо найти контакт с обезьянами. Познакомиться, понять их привычки, чтобы дальше можно было с ними работать. Это как встреча новых друзей. Вы просто предоставляете обезьянам возможность быть собой. Если вы новенький, они подойдут и будут вас изучать. Они могут трогать вас вот так. И как только они до вас дотронутся, они сделают вот так. Они понюхают вас. Им надо вас почувствовать. Очень странно, когда вместе с собаками ты идешь выгуливать бабуинов. Такие любви обильные. А, 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 собака. Пока меня не принимают. Пока у меня нет ни одной обезьяны. Первый день. Там посмотрим. Стерпится, слюбится. Просто старайтесь в течение дня проводить больше времени с обезьянами. Снаружи, внутри клеток. Просто идите с ними и общайтесь. И тогда они быстрее с вами подружатся. Я присяду. Некоторых питомцев реабилитационного центра выкнули на улицу бывшие владельцы. Люди, которые переоценили свою способность воспитать маленькую обезьяну и отнеслись к ней, как бракованные игрушки. Кто-то крал серебро. Вместе обезьяны, которая вечно что-то нужно ей обязательно украсть, забрать. Кто-то просто дрался. В общем, очень мило, так хорошо. О, преслим, преслим. Борются, борются. Смотреть в глаза – это очень интимная вещь. Таким образом вы устанавливаете контакт. Но лучше смотреть вниз, чтобы не провоцировать обезьян. Ну, если мы не деремся, то я могу смотреть. Так классно. Особенно зная, что вот здесь, где мы находимся, у этого озера, у этой речки, по ночам можно встретить крокодилов или бегемотов. Но сейчас здесь вот вроде хорошо, нет никого, безопасно. Здравствуйте. Ну, зачем ты забрал-то, ну? Они вроде как бы такие немножко агрессивные. Ко мне подходил постоянно один и пытался мне немножко кусь-кусь сделать. Вот такой вот. Но начальник местный сказал, что как бы это нормально. Он сейчас просто испытывает тебя. Вот, то есть как бы он к тебе привыкает. Вот, и вот впоследствии будет, через пару дней ты уже будешь как свой. Они такие любопытные, то есть они прям изучают тебя и как-то это очень странное ощущение. То есть ты не чувствуешь себя, как с собакой или там с кошкой. Приматы, вот, да, они какие-то вот такие специфические, как бы что-то вот все-таки родное чувствуется немножко. Братан, перестань. Мне не нравится. Видимо, стоило подстричься перед тем, как сюда ехать. Чувак. У нас есть подушечка теперь. Маленькая человеческая рука такая вот. Она маленькая, но человеческая прям конкретно. Причем и здесь, и как бы и здесь. Четыре этих руки. Это прям уход, как за ребенком, только их много, и они еще при этом обезьяны. Задача Александра была познакомиться поближе с обезьянами, чтобы они его приняли. И, похоже, этот этап новый волонтер прошел успешно. Хотя наши питомцы немного потрепали ему прическу. Не знаю, что меня ждет, на самом деле. Я предвкушаю пока приключения. Меня попросили помочь ребятам сортировать бананы. Бананы входят в обязательный рацион питания для наших подопечных. В этих фруктах много полезных веществ, и к тому же они очень питательны. Беда в том, что бананы быстро портятся, а гнилые бананы обезьянам есть нельзя. Они могут отравиться. Поэтому их приходится сортировать. Это было интересно, потому что бананы вкусные оказались. То есть можно их сортировать и при этом еще параллельно кушать, что меня безумно порадовало. А вы болели чем-нибудь? Ну, например, малярией какой-нибудь? Я болела последние две недели. Так смеешься, как будто до сих пор больна. Я почти умерла. У меня было это... Ты такая счастливая. Очень много гнилых бананов. То есть мы это делаем, чтобы обезьяны тоже не травились, кушали нормальную пищу. То есть это не для нас в первую очередь, но как бы бананы не в Африке. Бананы их можно есть. С сортировкой бананов Саша справился отлично. Похоже, он прирожденный сортировщик. Обезьяны будут довольны. Ну, что-то наподобие испытаний, на самом деле, да. Пока мне все очень нравится. Только розетка, правда, одна в номере. Плохо. Властям, значит, пожалуйста, власти Южной Африки, поставьте розетки. Плохо. Полок нет. Оператору негде в месячных власть. Ранее в программе. Все на заготовку кормов для обезьян. Главное правило – не лезть в лицо руками грязными. Общение с обезьянами начинается с изучения языка приматов. Если он делает так, значит, я ему нравлюсь. Водные процедуры для самых маленьких. Ну, сейчас вот сушимся вместе. Чип-тюнинг диких обезьян. Сейчас мы поставим тебе чип, он всегда будет с тобой. И ты вырастешь большая, будешь большой мамой. С самого утра рано проснулись и пошли кормить, значит, деток, обезьян. Мы следим за тем, чтобы малыши получали питание. Каждый должен получить по 30 миллилитров молока с утра. Кроме того, мы ещё добавляем белок в еду. Потом их рассаживаем по переноскам, проверяем, чтобы все были на месте, чтобы все были сыты и здоровы. Итак, сегодня Саша будет кормить малышей. Ещё мы их взвесим, удостоверимся, что они набирают вес и не теряют его. Если кто-то теряет вес, надо выяснить, почему, и дать им больше молока, проверить, что они не больны, и с ними всё в порядке. Кроме кормления малышей, мы ещё их купаем. Это очень важная процедура. Обезьянки ещё маленькие, у них могут завестись паразиты, так что водные процедуры им просто необходимы. Я думаю, он отлично справился. Я за него очень рада. Кажется, понравился обезьянкам, как только подошёл к клетке. С удовольствием наблюдаю за ним. Хочешь обсушить? А где полотенце? Да вот оно, маленькое. Положи на плечо и заверни его в полотенце. Расслабься, парень. Начинай его вытирать, он успокоится. Они любят обниматься. Тише, 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 тише. Тише, 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 тише. Тише, тише. Сначала обезьяну берёшь на руки, она как бы немножко сопротивляется. Но ты начинаешь опускать её в воду, она как бы обнимает твою руку, вот одну, вот здесь вот. И она всё, она опускается, она счастливая. Такое очень забавное. Вот, вот этого братишку я опускал. Он, правда, потом всё-таки передумал со мной мыться. Пришлось его отдать маме, вот, так сказать. Вот, но сейчас вот сушимся вместе. Очень любопытно. Смешные такие. С Лили, попробуй. Она дружелюбная. Нет. Мне кажется, им не нравится сегодняшняя моя одежда. Просто они к тебе ещё не привыкли. Так не признают пока меня всё-таки моё тетёт, которые постарше, вообще никак. Не хотят, чтобы я их кормил. Один убежал. Просто бегает теперь по газончику, и ему говорят, чувак, стой, подожди. Это естественно. Иногда два-три дня уходят на то, чтобы обезьяны привыкли к человеку. У меня целая неделя ушла. Обычно они больше любят женщин, а мужчин меньше. Но я прихожу к ним с бутылочками, а бутылочки любят все. Всем внимание. Все должны приготовиться к чипированию обезьян. Даже вновь прибывшие. Так, мы будем чиповать обезьян. Прямо здесь? Да. Сейчас будем ставить чипы на обезьян. Маленькие такие, судя по всему. Чтобы знать, что это за обезьяны. То есть сканером будем проводить, если что можно. Вон что-то пик. Вот этот сканер, наверное. Установка чипов – очень важный этап работы с обезьянами. Мы ставим наших питомцев на учет и всегда знаем, где они находятся. Это помогает в изучении животных. Это стороны из стекла. А это пластик, из которого делают протезы. Он входит в кожу и никуда не сдвигается. Когда чипы только придумали, они были стеклянные и постоянно сдвигались вверх и вниз. Их было трудно потом найти. Пластиковый чип врастает в кожу. Внутри у него золотая такая штука – трансмиттер и батарейка. Ее заряда хватает на 25 лет. Вот сколько чип будет служить. Процедура для обезьян безопасная. Но при неправильном ее проведении можно причинить обезьянам боль. Поэтому тут нужен опыт. А людям можно такое поставить? Да, да. Ты мой маленький бабуин. Какой красивый бабуин. Да? Сейчас мы поставим тебе чип, он всегда будет с тобой. И ты вырастешь большая, будешь большой мамой. Так, тихо, тихо, Джереми. Сейчас смотри, как это делается. Держи за хвост. Сейчас вот сюда под кожу нужно установить. Меня попросили сначала как бы подержать обезьяну, чтобы ей чипы ставили. Но обезьяна, опять же, она как бы слегка вообще не дала себе. Я просто как бы там помогал, то держал просто хвост, чтобы, если что, она выпрыгнуть, чтобы ее там с хвост поймать. Вот хорошо. Тихо, тихо, бэйби. У Александра задача только помогать, пока держать обезьяну, чтобы она не дергалась, но и передавать данные чипа нашему специалисту. Задача вроде не сложна, но мало кому удавалось с ней справиться с первого раза. это не больно. Тихо, тихо. Это не больно. Хорошо, малышка. Так, вот здесь придержи. Вот здесь левой рукой. Давай, вот. Держишь? Сейчас я буду на иглу. Чувствуешь, чип под кожей? Теперь нужно его активировать. Чип привести в действие. Сможешь? Угу. Вот так, нажми здесь. Проводишь? Ты передаешь цифру на дисплей, Джесс. Подойди. Что делаем? Нет? Будем делать? Как будто я ему не понравился. Именно. Им надо дня три-четыре, чтобы к тебе привыкнуть. И все, в принципе. Ну, короче, мне, видимо, не удастся вообще поработать с обезьянами, потому что не принимают, в общем, пока. Вот я рядом стою, он вот нервничает. Вот сейчас я дойду. Вот, не нервничает. У меня большой опыт подобной работы. И должен сказать, что проблемы бывают у всех. В этот раз наш волонтер не справился. Но мы перед ним дверь не закрываем. Будет у Александра и второй шанс. Он расстраивает. Я надеюсь, что все-таки примут меня они за своего. Но не сегодня. Сегодня, к сожалению, пока я один, одинокий примат. Эти животные очень умные. Если они к человеку не привыкли, то могут испугаться и не будут себя вести с ним, как с членом семьи. Обычно волонтеры уходят три-четыре дня на то, чтобы привыкнуть к животным. И столько же нужно обезьянам, чтобы привыкнуть к человеку. Но для Александра мы решили сделать исключение и допустили до установки чипов. К сожалению, у него не получилось. Теперь ему просто надо больше общаться с обезьянами. Самое простое – это просто пережить. Когда проходит несколько дней, обычно становится проще. Теперь Саша в преддверии второй попытки будет выполнять другую, более простую работу. Уезжали сегодня у нас уехали две девочки. Волонтера. Это очень забавно. Они тут провели какое-то время и с ними прощались, как в пионерском лагере, когда в конце смены прям все что-то плачут, все обнимаются. Я-то здесь, казалось бы, два дня, и ко мне тоже подходят. Такие, такие, такие. Такая тоже обнимает меня. Плачут. Это очень так трогательно. Мне очень… Ну, как бы люди и люди. Ладно. Попрощались. У нас есть там соцсети. То есть все равно, если нужно, все увидятся. Но когда девочка подошла, она подошла к обезьяне, вот к своей любимой обезьяне, и с ней попрощала. А с ней-то вот ты понимаешь, что она наверняка прощается вот навсегда. Даже если она вернется какое-то время спустя, скорее всего, это обезьяну уже выпустят в дикие условия, и ты ее не найдешь никак. Даже немножечко моя скупая мужская слеза почти навернулась. Но все-таки я удержался. Ну, сидели мы, значит, у костра. Вот. И у меня каким-то волшебным образом в руке оказывается гитара. То есть в руках. Как бы я вот, я не заметил, просто у меня как-то так, оп, она прилетела мне в руки. Ну, а тут, значит, само собой, естественно, песня болелась. Люди со мной, ну, почти вместе запели. Они, к сожалению, русских песен, как оказалось, не знают. Ну-ка, посмотрите на парня с гитарой. Что нам споешь? О чем поет твоя душа? Сегодня день у него неудачный, значит, и песня грустная будет. Свет Ну, это очень приятно. На самом деле, просили даже спеть еще раз. Ранее в программе. Молочные кухни для самых маленьких по-африкански. Один убежал. Просто бегаете по газончику, и им говорят, чувак, стой, подожди. Трудности, которые еще предстоит преодолеть. Не принимает, в общем. Далее нам предстоит. Не желаете ли освежиться? Do it really. Ребята. Бьюти-салон, мохнатые ручки. Люди моют голову, чистят. Обычно с помощью местных собак. Обезьян. Оу-оу-оу-оу-оу. Вторая и решающая попытка нашего героя. Немножечко дописал на меня. Чуть-чуть. Для Саши есть довольно простое, но очень важное поручение. Он будет мыть бассейн для всякой живности. Это было прикольно. Мы просто берем ведро и как бы... Достаточно грязный бассейн у них. То есть меняют воду раз в две недели буквально. И здесь меня ожидала небольшая такая подстава. Я в очередной раз я просто как бы ведерко так раз как бы выливаю вот в сточную вот эту вот штуку. Разворачиваюсь и вижу взгляд. Джереми, он здесь как бы главный волонтер, и он на меня так смотрит, так как бы... вот немножечко хитрым взглядом. А я думаю, а что? Что? И тут мне так... Чувак, серьезно? Ребята, вот... Вы же предупреждаетесь. Деньги. Как бы я весь в этой прекрасной распрекрасной воде. Вода не чистая, как я уже говорил. Но очень странные ощущения были. Я понимаю, что это как бы весело, что это такой веселый момент. Вот. Но у меня просто в кармане был телефон. И поэтому Джереми услышал, может быть, даже запомнил несколько русских, так сказать, знаменитых бранных фраз. Вот. Если надо, я ему много учу. Вообще весело, конечно. Посмеялись. Вот. Но сох я очень долго сегодня ищу. Ребята устроили Саше день Нептуна. Они у нас вообще веселые. Похоже, что ему не понравилось. А так, конечно, молодец, справился. Очко ему в копилку. Для того, чтобы привыкание Александра к обезьянам проходило более успешно, мы его поместим прямо в вольер к молодняку. Он там будет непросто сидеть. Обезьяны должны привыкать к нему. А он будет привыкать к ним. Это должно помочь в его главном задании — чипирование обезьян. Мне ребят сказали, что нужно просто прийти в клетку к ним, сесть, и они постепенно начнут изучать тебя, постепенно как-то к тебе привыкать, и начнется вот эта маленькая любовь такая. Мы здесь, чтобы помочь им социализироваться, потому что это маленькие обезьяны, которые остались без мам. Они их не обучали ничему, они попали сюда со всеми маленькими, и мы здесь находимся для того, чтобы они привыкали, во-первых, и к нам, потому что мы им помогаем со временем. И вообще к большим приматам тоже привыкали потихонечку. Да? Да? Обезьяны. Я король обезьян. И так оно и получилось. Я зашел в клетку, сел, вот, и сел, посидел в одном месте, а в другом они начали ко мне подходить, изучать меня. Ребята, у вас были проблемы поначалу, или, может быть, обезьяны вас не принимали, или что-то такое? Может быть, травмы какие-нибудь во время работы? Да, конечно. Когда я только начал здесь работать, все обезьяны меня кусали, как только я к ним заходил. Немножко покусывать начали где-то, немножко что-то дергать, и как-то вот тук-тук, немножко где-то писать на меня начали. И всякое разное. И в итоге вот как-то вот у нас уже сложилось, то есть вот я уже знаю некоторых по именам. Кевин постоянно сосет палец. Постоянно. А Лили очень любит грызть, ну, как бы грызть, облизывать уши вот тут, мочки. Вот я сегодня сидел, она, наверное, треть времени, она просто приходила ко мне, вот так мне мочки как бы сжевала. Вот. Это вот младшенький. Ну, со старшими тоже все хорошо. Как-то уже так налаживается, то есть они потихонечку меня принимают, там, и ручку там туда-сюда. Вот сегодня ко мне подошел бабуин, который немножечко старше, он не ребенок, уже подросток. Вот. Он просто взял меня за руку, поднял ко мне за лист, только мы с ним подружились, все так. То есть как-то уже хорошо, уже принимают, уже радостно. Вот. Потому что я боялся, что, может, вообще не примут, скажут, ну, мы тут русских не любим. А оказалось, вот, все хорошо. Очень важная вот часть вот этих вот таких посиделок, это даже не для обезьян, а для людей, потому что это такая какая-то терапия. Ты просто объединяешься вот с этой природой, и вот ты чувствуешь, ну, как-то вот прям вот по-другому себя совсем. Это очень классно. Мне очень нравится. Только опять обезьяны от меня все убежали куда-то. Вот, ребят, ну, что такое, вот мы сейчас снимаем вообще-то? Кто-нибудь, о! Но вышел, да, я весь от детей, потому что дети, они мало того, что не любопытные, они еще пугливые, поэтому они очень часто испражняются, когда видят незнакомых людей, вот. И поэтому я заранее, естественно, надел специальную одежду, как бы, которую можно испортить. Вот вышел я, как бы, весь, ну, что уж грех от этих, в какашках вышел я весь. Вот. Поэтому, как бы, весело, конечно, говорят, к деньгам. Поэтому я не отчаиваюсь. Ну что, Саша испытание вольером с малышами прошел успешно. Наши питомцы от него уже не шарахаются, как раньше. Дела идут на лад. Но пока непонятно, готов он к главной работе или не готов. Главное, что я сегодня нашел, наконец-таки, контакт с обезьянами. Мы стали одним целым. Волонтерская работа Саши идет неплохо. Однако самое важное задание для него – установка чипов еще впереди. Он может и не справиться. А пока ему нужно переходить на другой уровень, то есть войти в контакт со взрослыми обезьянами. Только так можно стать полноценным волонтером в нашем лагере. Мне сказали, Саша, у тебя будет какое-то особенное задание. Что это я ума не приложу? Я надеюсь, это не что-то опасное. Ну, хотя, кто его знает. Вам действительно придется зайти в нашу среднюю клетку. Там все обезьяны возрастом 2-3 года. Они намного больше, чем те, с которыми вы имели дело до этого. Они определенно могут откусить от вас кусок кожи. Вам не будет скучно. О, спасибо. Я должен идти с кем-то или один? Я настоятельно не рекомендую вам идти в первый раз в одиночку. Обязательно нужно идти с одним из руководителей группы или тем, кто там был хотя бы пару раз. Они опасные? Они могут укусить, ударить, окружить меня? Да, они совершенно точно могут укусить или напасть толпой. Так что, если одна начинает на вас кричать, не делайте ничего, сидите и перекатывайте шары. Ха-ха-ха, я не хочу умирать. Ну, други, вперед! Стремно? Да. Страшно. Здоровая же. Смешненький. Окей, пойдем. Поехали. Имена запомнил? Я помню. Дрейк. Дрейк? Дрейкл. Дрейкл? Это Деннис. Ты сказал мне, что он самый пугливый, да? А, это Деннис. Страшно было, на самом деле, сначала, потому что вот, ну, как бы, примерно по габаритам вот такая же вот обезьяна, она меня вот когда-то вот испугала очень сильно. И как бы, глядя на мелких детей, которые тоже пугаются тебя сначала и как бы пытаются покусывать туда-сюда, и ты думаешь, что, наверное, эти тоже сейчас начнут тебя покусывать, а у них-то зубы уже мощные. Он умнее, чем Рун из книг про Гарри Поттера. Мне так кажется. Его вообще-то назвали в честь Руана Уизли из-за его цвета волос. Он рыжий. Ой, вот, начинаю потихоньку привыкать. Вот они уже ко мне ближе, они уже меня не боятся, я их вроде тоже. Но, конечно, о, мне кажется, сейчас чистят голову от вшей. Это хороший знак, значит, что я ему нравлюсь. И мне уже подарили кабачок. Тоже хорошо. Они могут быть опасными, но в редких случаях. Иногда, если они атакуют, это в большей степени ошибка людей. Очень редко люди полностью понимают их поведение. Очень редко люди понимают их поведение. Оказалось, они очень умные и ведут себя совсем иначе, не как дети. То есть они прямо, они вон, подходит тебе за руку, бери, что ты давай, говорит, мне подарили кабачок, баклажан. Мне подарили баклажан. В Африке очень плохо с салонами красоты, поэтому люди моют голову, чистят. Обычно с помощью местных собаковых. Обезьян. Конечно, бабуины лучшие стилисты здесь, в округе. Да? Кам-кам-кам-кам-кам. Я, я, я. Саша в полном порядке. Животные его любят. И он тут, похоже, на своем месте. У нас многие боятся взрослых обезьян. Это и понятно. Они могут даже покалечить. Но Саша справился. Он уже с ними может свободно общаться. И теперь у него есть право на вторую попытку в главной работе. Установки чипов обезьяны. Справиться, не справиться, это уже зависит только от него. После всех испытаний, которые выпали на мою долю, и с маленькими, и с большими мартышками, бабуинами и прочими приматами, я могу сказать, что я переродился. Да. Я готов повторно попробовать вот это чипование. Как это называется правильно? Ну да, ну чип. Вставить чип вот сюда в шею обезьянки. Думаю, что в этот раз они меня примут, и будет все хорошо. Тут привезли новых обезьян, и ты должен снова сделать свою работу. Присвоить им номер? Это как у людей, без паспорта. Ты ведь никуда не сможешь поехать. Хочешь фокус? Вот сюда жми кнопку. Держи, держи. Ага. А у тебя есть микрочип? Да. У меня есть микрочип. Еще разок, пожалуйста. Тоже местная обезьяна. Она из семейства шимпанзе. Этот человек любит животных и готов отдаваться своей работе. Он готов стать волонтером. Я думаю, Саша справится со своим заданием. Ну что, давай начнем вот с этой. Как вам помочь? Да, держи. Вот здесь, вот так. А, я держу голову, а она держит хвост. Она за тебя держится. Вот так, за голову. Руку ей тоже придерживай. Хорошо. Сейчас поставлю чип. Ниже шеи под кожу. Окей. Давай, давай. Расслабься, дружок. Прощупывается? Да, 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 чувствую, чувствую. Правой рукой вот так держи. Чувствуешь? Да, да. Ну, расслабься, дружок. Все хорошо. Теперь отпускаем его, да? Немножечко дописел на меня. Чуть-чуть. Ну, зато получилось в этот раз. Чипование прошло успешно. К счастью, все живы. И мартышки живы, и я жив. То есть, мартышка конкретно одна, которую я вот прям чипанул. Со стороны, наверное, казалось, что все просто, ты взял, все вставил, чип проверил, все, на самом деле, эти руки просто прям немножко дрожат. Ты весь дрожишь. Бедная, ты же ему сейчас, ну, капельку, ну, больно все равно сделаешь. Не знаешь, ну, как-то это так. Очень все. Стремно. Вот, но, тем не менее, все хорошо. Я рад. А теперь мы с мартышками уж точно друзья. Александр уезжает. Очень жаль. Но он проделал отличную работу. Он стал настоящим волонтером. Александр провел очень важную операцию, что не у каждого получается. Еще он решил и свою личную проблему боязни обезьян. Теперь они друзья на веке. А если он к нам еще раз приедет, мы найдем ему массу интересных дел. Можете не сомневаться. Иди ко мне. Спасибо, что были со мной. Офидер Зейн. Офидер Зейн. А мне нравится Австралия. Она такая маленькая. Офидер Зейн. Пока, Саша. Пока. А что, это что такое? Ты что, плачешь? Нет, без слез, пожалуйста. Она так похожа на мою бабулю. Спасибо огромное. Пока-пока. Ну что, ребят, добавьте меня на Фейсбуке. Будете у нас в Москве. Будете моими гостями. Спасибо вам огромное. Ты отличный волонтер. Так держать. Обязательно возвращайся. Да, конечно. Хорошо. Пока, Саша. Нам было с тобой хорошо. Я расскажу о вас России. Пока, Саша. До свидания, ребят. Пока, пока. Пока. Я вот не считаю себя сентиментальным, в общем-то. Но какая-то такая толика грусти. Вот в машину, когда сели, прямо что-то вот есть такое, как будто кусочек души своей там оставляешь, вот и уезжаешь. И вроде бы, как бы для радости поводов тоже много. Я помог обезьянам, бабуинам, приветкам. Они помогли мне как-то лучше со стороны, может быть, с какой-то, с другой на себя посмотреть, в конце концов. Я рад, что это приключение у меня было. Я надеюсь, что у меня будут еще подобные интересные приключения. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!